А сейчас новости спорта. В Славянском спорткомплексе «Триумф» собрались лучшие юные баскетболисты России, чтобы в упорной борьбе определить сильнейших. И вновь в нашем городе проходят соревнования высокого уровня. Юные мастера оранжевого мяча из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Краснодара, Ставрополя и команда спортшколы «Триумф» из Славянска-на-Кубани участвуют в полуфинале всероссийских соревнований по баскетболу среди юношей до 14 лет. На торжественном открытии участников соревнований сердечно приветствовал председатель Совета Славянского района Григорий Литовко. 76 лет назад в эти дни освобождался наш Славянский район. И я уверен, эти соревнования будут дать память и уважение нашим прадедам, дедам, которые освободили нашу землю немецко-фашистских захватчиков и сделали наш мир красивым, чтобы мы сегодня с вами мирно жили. Я желаю вам хороших успехов в учебе. Хочу, чтобы сегодня он в полуфинале победил сильнейший, вышел в финале. Славянские баскетболисты с помощью опытных тренеров упорно готовились к этим соревнованиям, в которых им противостоят сильные соперники. Мы готовились к этому турниру. Команда у нас дружная. Принимали участие в разных турнирах. Мы обращали внимание на защиту и на нападение. Больше разбирали нападение. Подготовка шла нормально. Ребята за дней 15 собрались. Андрей Юрьевич Новиков проводил тренировки. Советовались, говорили по плану там. Ну, как обычно мы говорим, что все готово, но игра покажет. Да, игра действительно лучше всего демонстрирует эффективность всей проведенной работы. Славянские баскетболисты в первом матче встретились со спортсменами из Ставрополя. Наши баскетболисты очень старались, но в итоге уступили соперникам, которые играли немного более результативно. Москвичи оказались сильнее краснодарцев, победив их с минимальным счетом. И ростовчане с небольшим перевесом одержали верх над петербуржцами. Полуфинал завершится 1 апреля. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, Константин Монастыренко. Программа «События». Программа «События».